друзья всем привет с вами снова добро пожаловать на канал обзору гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня на обзоре распаковки телефончик от компании samsung это не новинка телефон вышел в середине прошлого года м31 с он называется и мне очень интересно посмотреть насколько сильно он отличается от традиционного м31 на текущий момент времени разница в цене между обычным м31 и м31 с в одинаковых комплектациях 6 128 составляет порядка 3 3 с половиной тысяч рублей по техническим характеристикам и начинки они очень близки и отличие минимальны вот мы и посмотрим насколько эти отличия действительно стоят того чтобы за них переплатить ну а прежде чем мы начнем хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину player ru за предоставление данного смартфона на обзор именно в интернет-магазине player ru вы можете приобрести как мобильную технику так планшеты компьютеры ноутбуки а также бытовую технику по самым низким ценам ну и по традиции ссылочка на данный мобильный телефон в компании player ru будет в описании проходите покупаете по самым низким ценам ну а мы начинаем нашу распаковку ну что ж друзья samsung м31 с вышел он где-то в конце лета прошлого двадцатого года и пришел на смену м31 буковка с говорит нам о том что это модифицированная улучшенная версия специальная версия ну как угодно тем не менее здесь особо скажем так отличие вот на первый взгляд я не увидел нет они есть конечно но их не так много но давайте уже без лишних слов начинать распаковочку и будем по ходу пьесы говорить о том что же у нас поменялось по железу по железу сразу скажу здесь изменений никаких exynos 96 11 у нас под капотом 6 у нас гиг оперативки и 128 внутреннего хранилища в этом кармашке у нас традиционно макулатура вот она никаких чехлов естественно компания samsung нам никогда не кладет покупайте самостоятельно зарядное устройство у нас на 15 ватт также здесь у нас присутствует скрепочка и тайп си для зарядки синхронизации смартфончик вот такого интересного темно-серого цвета с небольшим градиентом снизу темный к верху становится более таким серебристым в общем смотрится это неплохо так давайте попробую отклеить эту наклейку естественно это пластик будет очень сильно мараться будет очень сильно подвержен царапинам также как и в остальных телефончик ах м м 21 м 31 да и серии а тоже к сожалению сейчас samsung в бюджетной серии у нас кроме пластика ничего нам не предлагает здесь у нас большой экран 6,4 дюйма и у нас сканер отпечатка пальцев интегрирован здесь в кнопку включения это здорово камера у нас стала нет у-образным вырезом как в м 31 а также как на а 51 экран естественно у нас amoled full hd плюс разрешение на экране пленки никакой нету так что помимо чехла вам нужно будет раскошелиться еще на защитное стекло или пленку так как если вы поцарапаете или разобьете amoled экран то починить его будет стоить очень и очень дорого с правой стороны кнопка включения со сканером плюс клавиша регулировки громкости с левой сим лоточек который мы сразу же вскрываем и смотрим здесь у нас две симки и из дишка по моему с тыльной стороны да вот такой вот очень интересный сим лоточек прикольно сделан и хорошо что выбирать вам не придется несмотря на то что здесь 128 гиг внутреннего хранилища тем не менее кому-то этого может быть недостаточно четыре модуля камеры здесь у нас представлена и основная камера на 64 мегапикселя а сверх широкоугольная в отличие от м31 стала на 12 мегапикселей они 8 как было макро на 5 мегапикселей и датча глубины он же портретник тоже на 5 мегапикселей ну и плюс вспышечка сам же модуль камеры выглядит точно так же как на м31 по периметру у нас также серебристая пластиковая окантовка это естественно не металл сверху мы видим микрофон шумоподавления снизу три с половиной миллиметра под наушники тайп си и одинокий динамик в общем вот таким вот образом смотрится телефончик если честно ну откровенно бюджетно здесь конечно же мы очень много переплачиваем за вот эту надпись samsung потому что те же realme oppo или vivo имея примерно такое же железо под капотом и такие же пластиковые очертания корпуса стоит как правило на 34 а то и 5000 рублей дешевле но в общем это samsung что вы хотите давайте уже включать его настраивать и посмотрим есть ли какие-то отличия у нас от м31 внутри ну что ж друзья я включил samsung м31s настроил его настроил сканер отпечатка пальцев и в отличие от того же а 51 у которого сканер был встроен в экран ну здесь amoled экран поэтому это можно сделать легко здесь у нас сканер встроен в кнопку включения и это гораздо лучше потому что срабатывает он быстрее выключаем прикасаемся экран зажегся выключаем прикасаемся экран зажегся действительно молниеносно это очень здорово потому что у того же а 51 с подэкранным сканером всегда были вопросы и проблемы за счет того что здесь amoled экран у нас довольно небольшие рамки и подбородок и это действительно классно но вообще телефончик смотрится более свежо нежели традиционный м31 все-таки вот этот у-образный вырез выдает телефончики девятнадцатого года а вот этот у-образный он стал популярен именно в двадцатом году поэтому немножко освежив телефон на ему придали ну скажем так некоторые бодрости и дополнительной молодости по экрану здесь у нас amoled экран давайте настроим яркость дисплей выключим адаптивную яркость и выкрутим на максимум чтобы посмотреть как экранчик у нас смотрится смотрится он шикарно со всех сторон если его покрутить повертеть естественно никаких вопросов не будет но на такой максимальной яркости конечно он немножко режет глаза все-таки amoled экрана они действительно яркие и вот эти вот очень очень яркие картинки яркие цвета многим могут не понравится с точки зрения оболочки здесь все традиционно для самсунга здесь у нас 10 версия android и one ui 2 и 5 не знаю получит ли данные samsung к версию андроида у нас 11 или нет но вот эта оболочка one ui она такая немножко скажем так тяжеловатая и когда вот у меня был на обзоре м21 на точно таком же железе правда 4 гига оперативки мне действительно иной раз не нравились те подлаги под фризы которые случаются вполне возможно что на 6 а то и 8 гигах оперативки здесь все гораздо лучше но вот с четырьмя действительно оболочки очень и очень тяжело хорошо давайте пойдем еще в настройки мне интересно сразу же включить темную тему потому что здесь amoled экран и именно для amoled темная тема это в самый раз потому что она позволяет значительно экономить заряд аккумулятора always on display здесь также присутствует его можно настроить здесь он включен коснитесь для отображения отображать всегда можно выбрать стиль часов давайте оставим наверное сейчас посмотрим а вот такой вот вариант мне это нравится показать сведения о композиции показывать по графику нет пусть будет отображать всегда давайте проверим как это выглядит выключаем и вот зажигается у нас экранчик здесь также будут видны у нас различные уведомления часы заряд аккумулятора в общем действительно это приятная фича классно что это здесь у нас есть так давайте идем настройки еще и посмотрим что здесь у нас еще присутствует так послушаем звуки традиционно очень интересно как звучит телефончик тип вибрации здесь также можно выбрать это традиционный это как сердцебиение давайте послушаем как это звучит ну не слышно как это звучит давайте я сейчас микрофончик положу рядом и вы услышите это традиционный это сердцебиение это тик-так это вальс а это зиг-зиг-заг оставим традиционную вибрацию в общем помимо того что мы здесь можем настроить звоночек так еще и вибрацию давайте выберем какой-нибудь рингтончик выкрутим громкость очень классный звук ребята действительно очень круто несмотря на то что здесь у нас моно динамик звучит это все дело очень хорошо ну это самсунг поэтому вопросов к звуку здесь быть не должно плюс ко всему здесь у нас достаточно большое количество настроек мы можем выбрать адаптированный звук так который немножко увеличивает громкости в зависимости от вашего возраста но потому что чем старше мы становимся тем хуже слышим ну и плюс ко всему есть дополнительные настройки эквалайзера которые можно использовать при прослушивании музыки в общем по звуку здесь конечно все очень и очень неплохо темы здесь можно настраивать естественно и устанавливать различные темы но мы сейчас не будем этим заниматься здесь нужно входить в самсунговский профиль я этого делать естественно не буду но тем не менее все это делать можно жесты меня интересуют естественно управление жестами так где здесь есть у нас именно навигацион а вот жесты проведения мы их сейчас устанавливаем шикарно и оставляем вот теперь у нас практически вся лицевая панель заняты экраном и смотрится это действительно очень круто с amoled экраном выглядит это очень богато действительно очень и очень неплохо гейм лончер мы отключаем боковая клавиша быстрый запуск камеры либо можно выбрать какое-то приложение то есть если мы нажмем два раза на боковую клавишу то да запускается у нас камера ну в общем прикольно но традиционный здесь у нас ван юай 2 и 5 поэтому кто видел до этого самсунге кто с ними общался и здесь ничего нового абсолютно не увидит но тем не менее могу сказать что телефончик довольно шустро реагирует но по крайней мере вот сейчас пока его особо сильно не нагружаю какими-то программами не установил еще пока ничего при первом включении смотрится нормально давайте проверять камеру которая здесь должна быть очень неплохая она естественно 64 мегапиксельная есть возможность съемки у нас 4k в общем довольно все неплохо также стабилизации естественно здесь у нас присутствует в общем должно быть должно быть все не дурственно здесь у нас размер видео можно выбрать либо же 30 кадров full hd либо же ультра hd 30 кадров к сожалению почему-то 60 кадров выбрать никак нельзя либо же вариант полностью он снимает весь экран на либо квадратный один к одному ну а ставим пока full hd на фронтальную камеру здесь full hd и ультра hd также присутствует это круто в общем по камере скорее всего здесь все будет очень и очень неплохо ну что ж давайте сделаем несколько кадров тестовых начнем с деталек лего так и еще одна фигурка традиционная крышечка текст у нас будет упаковка от витаминок ну и конечно же селфи селфи камеры здесь у нас на 32 мегапикселя поэтому детализация здесь конечно же отличная можно очень близко приблизиться и рассмотреть смотрите и поры и отдельные волоски в общем на фронтал очку можно действительно очень круто снимать себя шички ну или различные влоги для того же инстаграм чека или youtube чека кто снимает так что фронтал очка здесь отличная ну и цветопередачи здесь шикарная несмотря на то что светит на меня прожектор лицо не выбелено абсолютно не стала плоским она отделена у нас от фона в общем зачет за фронтал очку по тексту здесь тоже никаких вопросов можно максимально близко вот так вот приблизиться рассмотреть буквально вот видно даже что из точек состоит текст и отдельные вот структура волоски картон или бумаги коробки смотрим дальше крышка самсунг можно приблизиться максимально близко и разглядеть структуру пластика и даже вот смотрите отдельные пылинки волосинки которые у нас здесь в межбуквенном пространстве затесались который невооруженным глазом даже не увидишь очень круто фигурка лего немножко почему-то получилось смазано видимо я дернулся но по цветопередачи здесь очень неплохо ну и вот здесь тоже действительно получилось супер смотрите насколько близко можно приблизиться рассмотреть цветопередачи отличная и детализация тоже на высоте в общем по камере я думаю что здесь все будет очень и очень круто ну и на первый взгляд она действительно тоже смотрится отлично вот такая вот распаковочка и первый взгляд у нас получились надеюсь вам понравилось а обзор будет совсем скоро поэтому чтобы не пропустить подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик ну и буду признателен если поставите лайк этому видео если оно вам понравилось ну а я буду с вами прощаться с вами была из всем пока